Друзья, привет всем! С вами снова я, Антон Епихин, мой канал Буровой Олег Бес. Сегодня мы с вами продолжаем наш разговор в рамках курса видеороликов, посвященных подготовке сдачи на допуск IWSF. И сегодня 13-й урок. Не будем обращать внимание на то, что там чертова дюжина и так далее. Я не верю в эти все числа и цифры, как бы плохие, либо неправильные. Но тема действительно сложная. А говорить мы будем о чем? Метод бурильщика. Точнее мы переходим к разбору различных методов глушения. В принципе, в рамках нашего курса мы с вами поговорим о методе бурильщика, о методе ожидания утяжеления, о методе объемном и о методе глушения в лоб. Обращу ваше внимание, что в большинстве случаев, ну вот именно большинство задач, где именно какие-то расчеты потребуются, либо какие-то ваши аналитические способности будут с вас, так скажем, спрашивать, будут задавать вам вопросы по теме именно либо метода бурильщика, либо метода ожидания утяжеления. Потому что по факту они считаются одними из самых распространенных. Какие допущения? То есть одно из основных допущений, то что мы будем работать для себя, сразу обуславливаем, с газовым притоком. То есть мы считаем то, что у нас идет в скважине есть, точнее газовый приток, и вот как мы будем его удалять, и как, собственно, будем в дальнейшем глушить скважину. То есть наша основная задача разобраться, чем отличаются друг от друга методы, и дать правильное понимание себе, зафиксировать для себя, как идет вот этот самый процесс глушения. Поясню, почему это важно. То есть важно не только уметь там правильно посчитать лист глушения, важно понимать, а почему мы так делаем, и почему здесь так, а не иначе. Если мы сможем понять, как это реализуется, то в действительности для вас любая задача будет вот так вот, на раз-два легко решаемой. Потому что, по сути, что метод бурильщиков, что метод ожидания и утяжеления, это, по сути, один и тот же подход к реализации одного и того же процесса. То есть все цели там одинаковы, просто один более растянутый метод, другой более сжатый, только и всего. Но сейчас, дабы не предвосхищать эту всю ситуацию, я начну рассказывать про метод бурильщика, а когда вы увидите ролик про метод ожидания и утяжеления, я думаю, вы со мной согласитесь. Итак, как мы с вами будем действовать? Начнем с того, что обсудим, что есть метод бурильщика. Метод бурильщика, либо он еще по-другому, называется двухстадийный метод глушения скважины. То есть что это за двухстадийный метод? Метод двухстадийный называется по простой причине, потому что есть две конкретных стадии. На первой стадии мы вымываем приток пластового флюида из скважины, то есть у нас в скважине остается базовый буровой раствор, и мы, понимая то, что его плотности, его гидростатики не хватает для того, чтобы задавливать энергию пласта, мы что делаем? Мы берем и, собственно, производим его замещение пламотяжеленным раствором, который мы рассчитали, спроектировали и приготовили для того, чтобы взять под контроль пласт. То есть наша основная задача вернуть себе контроль над скважиной. Вот они две стадии. Собственно, в чем плюс и в чем минусы этого метода? Ну, считается к плюсам относится то, что вы сразу можете приступать к циркуляции. По факту это единственный метод, который может позволить нам избежать миграции газа, и в частности, если у вас нет, допустим, запаса раствора, который нужно утяжелять, то есть нужно раствор с нуля готовить, для вас это тоже по факту единственный метод. Но и нередко, собственно, в литературе можно встретить такую формулировку, потому что этот метод требует меньшего количества расчетов. И вот, собственно, когда был на курсе асессоров, наш учитель, который нас готовил, Виталий Баранов, он как бы развеял этот миф в наших головах. Он сказал, а в действительности так ли оно есть? По факту сама процедура оглушения, если полностью ее рассмотреть, до количества расчетов одно то же самое остается. Просто на первой стадии вам не нужны никакие расчеты, да, в процессе вымова флюида. А вот все основные расчеты, там и контроль по ходам за снижением давления, они все равно остаются на вторую стадию, об этом я тоже скажу. То есть вот какой момент, то есть по сути-то ничего не меняется, да? То есть сама процедура, она не меняется, количество расчетов не меняется. Что можно отнести к плюсам метода бурильщика? Ну, собственно, почему он так и назван? То, что по факту, ну, опять же, в литературе можно встретить, что этот метод даже может реализовать сам бурильщик. То есть тут не требуется типа какого-то сверхбольшого внимания. Ну, да просят меня вот за такие же организмы, но так вот именно считается. Потому что на первой стадии условно держи в одном месте давление, на второй стадии держи в другом месте давление, и все, ты молодец. То есть, и вот это считается типа, что этот метод более простой, чем метод ожидания утяжеления. Когда мы разберем оба с вами метода, вам уже будет решать, так оно или нет. То есть здесь, я надеюсь, вы проговорили. Что касается минусов этого метода. Основным минусом этого метода, по-разному иллюстрируемым, является то, что, в принципе, это дольше по времени, и отсюда проистекает второй момент. У вас более длительное время скважина находится под избыточным давлением. Все равно, пока вы производите вымыв флюида, у вас скважина, и в частности открытый ствол, находится под избыточным давлением, которое на него, естественно, создает в некоторой степени небольшое динамическое воздействие. И если у вас слабые горные породы, то это может быть для вас в некоторой степени чревато. Ну и, опять же, такой момент, что если уж сверхдолго вы будете производить, допустим, даже первую процедуру вымыва, и потом, опять же, долго будете вторую процедуру проходить, то есть опасность того, что вы, например, прилипнете. Ну и будет дифференциальный прихват. Если большая протяженность, есть контакта бурильной трубы со стенкой проницаемого пласта. Ну, тоже сюда можно отнести. То есть, как и у любого метода, как и у любой технологии, мы честно себе говорим, есть плюсы, есть минусы. То есть, не существует таких технологий, у которых сплошные плюсы. Если бы были такие технологии, то они бы только одни использовались. Это очевидно. Итак, тут мы охарактеризовали. Теперь, какие, так скажем, граничные условия мы для себя определим? Ограничными условиями будут для нас вот эти. То есть, мы для себя зафиксируем максимальное давление. То есть, то давление, за которым мы будем следить, и которое не хотим превышать. Максимальным давлением для нас будет то давление, которое у нас будет выбрано из двух значений. Мы посмотрим, какое у нас максимальное рабочее давление в сборке превенторов. И посмотрим, какое у нас максимальное значение масс. То есть, вот эти две единицы возьмем, поставим в ряд. И посмотрим, какая из них меньшая. То есть, если мы понимаем, что масс меньше, значит, мы ориентируемся по массу. Это наша верхняя граница. Если мы будем превышать масс, то мы получим, скорее всего, гидроразрыв пласта под башмаком кондуктора. То есть, это вот наша верхняя граница. Мы не хотим возникновения одной из двух ситуаций. Либо, условно, чтобы нам... Мы не хотим, чтобы сорвало ПВО, да? Либо мы не хотим другого момента, чтобы у нас порвало горные породы под башмаком кондуктора. Тут вот поставим. Это верхняя граница. Что на нас является нижней границей? То есть, верхняя, это условно гидроразрыв. Ну, если так взять, нижняя граница, это что? Это повторная пачка. А чтобы не было повторной пачки, что нам нужно делать? Нам нужно держать постоянное какое-то избыточное давление на забой в процессе глушения скважины. Вот тут нам уже надо будет разобраться, как это реализовать. Ну, я думаю, мы приступим к разбору вот этой супер-схемы, которая за моей спиной. И обсудим эти все моменты. Итак, сразу поясню, как мы работаем. Вверху у нас нарисованы, так скажем, иллюстрации, шикарные, моими руками они сделаны. И в рамках этих иллюстраций у нас показано, как флюиды перемещаются в скважине на том или ином этапе глушения, процедуры глушения. Сразу поясню, красный цвет это у нас приток газ, белый цвет, ну то есть без цвета, это буровой раствор. Я дабы не загромождать так оставил. Что еще там есть? Синий цвет это утяжеленный раствор. И снизу у нас, под вот этими, собственно, схемками, у нас есть график. То есть график полностью процедуры глушения двухстадийной, от и до. То есть нередко буровики его пугаются, хотя в действительности, если ты понимаешь, как это происходит, это наоборот твой помощник. То есть глядя на этот график, ты можешь любой процесс происходящий в скважине объяснить. Но я надеюсь, что разобрав сегодня с вами эту тему, вы с уверенностью скажете, ха, да это легкотня, и это каждый поймет. Итак, начинаем разбирать. Самый первый момент, то есть самый первый момент, вот он, это наша ось вертикальная. У нас зафиксировано зеленое, это давление в трубах избыточное, синее, это давление избыточное в затрубе. То есть давление избыточное в затрубе будет больше, чем в трубах, за счет нахождения там газа. То есть мы про это уже не раз проговаривали. И мы вот получаем такую картинку. То есть скважина закрыта, загерметизирована, и наша задача сейчас приступать к моему флюида, потому что мы не хотим ожидать миграции его по стволу самостоятельно. Потому что если у нас флюид начнет мигрировать в рамках закрытой скважины, что мы получим? Мы получим рост давления на всех интервалах скважины, а значит и высокую вероятность порыва пласта слабых горных пород. Ну, в частности, под башмаком кондуктов. Итак, давайте говорить, что мы делаем дальше. Мы должны начать вымывать флюид. Первое действие. Мы должны вывести насос на режим глушения. Например, выводим насос на режим глушения. Вот тут прямо запоминаем, либо записываем, либо просматриваем на 100 раз это видео, и запоминаем, что мы делаем. Как мы выводим насос на режим глушения? Ну, во-первых, у нас есть скорость, на которой мы будем, собственно, глушить нашу скважину. Да, там, допустим, 30, 40, там, 20 ходов в минуту. То есть она заранее определена, на ней мы делали тест насоса. Все, мы это знаем. Дальше, что мы делаем? Мы берем с нуля, выводим до вот этих там 30 или скольких-то ходов, то есть до скорости глушения, насос ступенчато по 5 ходов. То есть выводим по 5 ходов насос на режим глушения. Но, если у нас скважина будет в этот момент закрыта, к чему это приведет? У нас расти начнет везде давление. Значит, что мы сделаем? Мы начнем приоткрывать дроссель. Тут возникает вопрос. А как нам контролировать давление? Да? То есть как нам, собственно, вот это осуществить, эту процедуру? То есть как нам сделать так, чтобы давление на забои не упало в процессе вывода на режим? И вот, что мы делаем? Что мы делаем? Мы выводим насос на режим глушения по 5 ходов, поддерживая давление в затрубе. Важный момент. То есть поддерживая давление в затрубе на уровне константа, будет там 45 бар. Вот 45 бар держим и выводим. Можно чуть больше, то есть чуть превышения. То есть в этот момент мы фактически себе даем условие, что мы чуть-чуть поддавливаем пласт, чтобы у нас, собственно, не пошла вторая пачка. И мы постепенно выводим насосный режим глушения. Понятно, что давление будет подрастать, и мы будем открывать дроссель. В тот момент, когда мы достигнем скорости глушения, что мы будем наблюдать? Мы должны в идеале зафиксировать то давление, которое у нас установилось в этот момент на манометре, на трубах. А что это за давление? Это давление, по сути, начальное давление циркуляции. Что оно из себя представляет? Оно представляет из себя избыточное давление в трубах, плюс давление на насосе, то есть давление прокачки насоса, и плюс мы накидываем еще 3-5 бар для того, чтобы иметь небольшой запас. Небольшой запас, чтобы поддерживать, собственно, пласт под контролем. Почему мы так делаем? Почему мы, допустим, осознанно увеличиваем давление непосредственно в трубах? Почему мы не поддерживаем изначально? Потому что мы включили насос. И если мы будем поддерживать давление в трубах, значит, мы дроссель настолько откроем, что у нас давление в затрубе снизится. Потому что суть такова, что давление на пласт, которое мы создаем, по сути, через бурильную колонну, оно не должно меняться. А если мы включаем насосы, что мы видим? Мы видим просто гидросопротивление, увеличение гидросопротивления. Это, по сути, никак не влияет, скажем, на давление на пласт, если вы пропорционально будете выводить насос на режим. Это важный момент. Ваша задача выдержать вот эту составляющую. Значит, она должна быть константа. А поскольку насос будет получать все больше и больше гидросопротивления, следовательно, давление на насосе будет расти. И, конечно же, мы должны приплюсовать вот эти гидросопротивления. Поэтому в тот момент, когда мы выведем насос на режим, мы должны на манометре на трубах зафиксировать давление. И это давление, еще раз повторю, будет равно сумме избыточное давление в трубах плюс давление на насосе плюс 3,5 бар. То есть вот оно. И с этого момента, как мы вывели на режим, мы начинаем поддерживать давление в трубах. И тут я ваше обращу внимание, что вы вспомнили, когда мы говорили про миграцию флюидов с влажной. Я об этом не раз говорил. Мы поддерживаем давление в той части системы, в процессе циркуляции, где у нас, коллеги, однородный столб жидкости по затрубу сейчас нельзя держать. Мы выводим на режим по затрубу, но потом мы поддерживаем давление в трубах, потому что там идет однородный буровой раствор. И при этом мы просто контролируем затруб. Наша основная задача, чтобы затруб не превысил массу в данном случае. Вот этот момент прямо себе постарайтесь запомнить. После вывода на режим насосов, еще раз проговариваю, мы берем, начинаем поддерживать давление в трубах, чтобы держать нормальное давление на забое, чтобы его не уронить. То есть дальше держим с небольшим запасом. Держим мы это давление, еще раз проговорю, потому что здесь однородный столб жидкости. По действиям циркуляции у нас дроссель приоткрыт, у нас начинает выходить газ, то есть он начинает подниматься подконтрольно. В процессе подъема раствор у нас уходит через дроссель, газ расширяется, начинает перемещаться быстрее, давление у нас будет подрастать назад. Видите, так-так-так-так, подрастает. И своего пикового значения у нас, оно достигнет, когда газ дойдет до устья. Почему давление растет? Я еще раз напомню. Смотрите, мы убираем часть жидкости, то есть часть раствора выходит через дроссель. Что происходит с газом? Газ расширяется. То есть объем газа, вот здесь у нас сверху график, объем газа у нас растет вплоть до дохождения до устья скважины, то есть газ увеличивается. Чем больше газ, тем, собственно, плотность его меньше, значит, что он начинает легче всплывать, то есть он ускоряется. А чем быстрее он ускоряется, тем большее давление он переносит выше. И у нас будет давление на затробе расти. Давление растет, увеличивается газ, давление растет на затрубе. Давление внутри пузыря газа, наоборот, снижается. То есть закон Бойля-Мариотта никто не отменял. Важный момент. То есть вот мы проговорили. Вывели на режим, давление в затрубе потом начало расти. Мы следим, чтобы оно, главное, не превысило массу. Хорошо. И здесь есть промежуточная точка, на которую я бы обратил внимание. Есть один момент, после которого, условно, можно так сделать. Фух, выдохнуть. То есть что, о чем я хочу сказать. Здесь логика такова. Когда газ подойдет к башмаку кондуктора, тогда у нас, вспоминаем, да, создастся наибольшее давление на этом самом башмаке. Почему? Потому что давление у нас на затрубе растет, а столб жидкости здесь пока однородный. То есть давление будет на башмак кондуктора постепенно расти до момента, пока газ не дойдет до башмака. Потому что не меняется столб над башмаком. После того, как газ войдет в башмак, давление на башмаке меняться уже не будет. Почему? Ну, практически будет оставаться равномерно. Плюс-минус одна атмосфера не считается. Почему? Потому что у нас здесь частично будет газ, частично раствор. И они будут взаимозамещаться. То есть прирост давления на затрубе, он будет компенсироваться уменьшением гидростатики. И там плюс-минус оно будет выходить в ноль. Вот это соотношение. То есть после того, как газ вошел в башмак кондуктора, давление на башмаке уже увеличиваться не будет. То есть если вы спокойно провели газ через башмак кондуктора и не превысили масс, значит по факту уже все по большей части идет хорошо. То есть вам нужно осознанно постараться, осознанно взять и закрыть дроссель, чтобы порвать пласт. Ну, по сути, да? Дальше. Газ поднимается к устью скважины, мы точно так же продолжаем держать давление в трубах. То есть все, до конца этой стадии мы держим давление в трубах. Газ, дойдя до устья, что с ним происходит? Он максимально расширен и максимально создает давление на устье скважины. И мы его начинаем спускать через дроссель. В этот момент, когда мы работаем на дросселе, мы должны дроссель начать интенсивно прикрывать, чтобы поддерживать все так же давление на стояке. То есть давление в трубах. Это важный момент. То есть мы дросселем активно работаем. Почему работаем активно? Потому что газ, он более подвижный, он проходит через дроссель быстрее. И наша основная задача не дать упасть вот этому давлению слишком вниз. То есть чтобы оно не упало ниже пластового. Вот на какой момент. То есть мы берем, активно прикрываем дроссель, чтобы поддерживать давление на забой. И в тот момент, когда газ полностью выйдет, а мы это будем наблюдать тем, что когда газ выходит, у нас будет давление на затрубе снижаться. Потому что, ну а чего там уже остается давить, да? То есть газ, когда полностью выйдет и пойдет буровой раствор, мы должны интенсивно открыть дроссель. Почему? Это важный момент. Мы интенсивно открываем дроссель, потому что жидкость, она не такая подвижная. А поскольку мы дроссель уже хорошо так прикрыли, то может создаться гидроудар, да? То есть гидроудар мы его не хотим, конечно. И мы что делаем? После того, как газ вышел, мы начинаем интенсивно открывать дроссель. Основная наша задача вот в этой процедуре, когда вышел поток газа, приоткрыть дроссель и продолжить циркуляцию до того момента, чтобы у вас, что наблюдалось? В трубах, чтобы вы видели на стояке, избыточное давление, то есть давление начальной циркуляции, а в затрубе, чтобы вы видели, ну, фактически давление, равное давлению трубному. То есть вот такая штука. То есть если вот брать от самого начала, мы просто должны по факту снизить давление в затрубе до давления в трубах. Вот за вот эту процедуру. И по факту, когда мы вымыли газ, у нас будет такая картинка, да? Давление начальной циркуляции мы видим на стояке, потому что пока еще насос работает. А по затрубу мы видим изначальное давление, которое было избыточное в трубах. То есть по факту то, что нам пласт поддавливает. Вот такая картинка. После того, как мы реализовали эту процедуру, мы еще моемся некоторое время. И после этого приступаем к закрытию скважины, чтобы принять дальнейшие решения. Что мы делаем? Мы берем и закрываем скважину. То есть мы берем ступенчато, снижаем давление, ступенчато выключая насос. А при этом по затрубу поддерживаем константу, да? То есть прикрывая дроссель. То есть в этот момент мы точно так же работаем по затрубу. Потому что давление в трубах будет, конечно же, равномерно снижаться. В тот момент, когда мы говорим команду ступенчато, мы после этого закрываем скважину и смотрим на показания маномера. Если у нас с вами скважина полностью чиста от флюида, то у нас на трубах и на затрубе будут давления одинаковые. То есть как это проиллюстрировать? У вас по факту в этом случае, я вот так вот нарисую, снизу на столбу бурового раствора в трубах и затрубе поддавливает пласт. И вы видите, что в затрубе, что в трубах одинаковое избыточное давление. Вот это, так скажем, ну такой понятийный момент. Если вы понимаете, что, ну допустим, не равны, да, давления, с чем это может быть связано? Это может быть с запертым давлением связано. Ну то есть если они не равны изначальным показаниям. Если, допустим, также давление в затрубе больше, чем давление в трубах, это может быть связано с наличием код повторного притока, да, то есть какая-то вторичная пачка вышла в процессе первой циркуляции. То есть такое тоже может быть, и это вполне нормальная ситуация. Ну и тут вы как? Вы можете принять решение, либо провести еще одну процедуру вымыва притока, либо если у вас готовый уже утяжеленный раствор, то можете приступить к процедуре утяжеления, к процедуре замещения раствора утяжеленным, ну и, собственно, производить его по методу ожидания утяжеления. Есть еще какой вариант? Ну, что у вас все прекрасно, то есть давление в трубах и затрубе равны, то есть вы спокойно вымыли приток, вы молодцы, и вы говорите, мы переходим на вторую стадию. Ну, раз переходите, так прекрасно. Итак, что мы будем на второй стадии делать? Давайте обсуждать. Вот она, наша вторая стадия, то есть скважина готова, закрыта, в трубах и затрубе равные значения, то есть все равные значения давления. Что мы делаем дальше? Что было дальше, да? Мы берем насос и выводим на режим глушения. Все точно так же, как и раньше. Выводим на режим глушения по затрубу. Держим на затрубе давление, потому что на трубах мы его не можем держать, оно будет меняться. То есть мы выводим по затрубу давление, насос на режим, поддерживая по затрубу давление. Дальше. Важный момент. Мы должны перед тем, как, собственно, начать циркуляцию, начать там отсчитывать ходы и так далее, мы должны с вами дружненько подождать, пока у нас утяжеленный раствор заполнит наземную обвязку и будет готов к закачке скважины. Это тоже важный момент. То есть это нужно для того, чтобы отследить потом по ходам, как идет снижение давления, ну, чтобы как дополнительный контроль вести. Итак, ну, про это я еще подробнее поговорю в методе ожидания утяжеления. Мы с вами выводим насос на режим глушения по 5 ходов. По 5 ходов. Не забываю. Поддерживая давление по затрубу. Когда мы вывели насос на режимные параметры, что мы делаем дальше? Мы берем и продолжаем поддерживать давление в затрубе. Вы скажете, как так? Раньше же было в трубах. Но что мы сейчас наблюдаем? Сейчас у нас в трубах идет утяжеленный раствор. А в затрубе у вас однородный столб жидкости. Закон, помните, да? Поддерживаем давление в той части системы, где у нас однородный раствор, где однородная жидкость. Значит, держим по затрубам. Видите, просто все. Не надо ничего там запоминать. Все просто. Помните закон. Работайте по закону. Итак, держим давление на затрубе. У вас утяжеленный раствор закачивается в трубы. Что вы будете наблюдать? А в трубах давление будет снижаться. Почему? С чем это связано? Вот тут я попытаюсь объяснить. Ну, как в детском саду, да? Что происходит? Снизу у нас давит пласт изначально. То есть давления раствора нам не хватает. И мы говорим, раствор мы тебе поможем. Мы берем его, начинаем замещать, то есть проталкивать и наполнять скважину тяжелым раствором. Получается, с какой-то силой давил снизу пласт, но мы закачиваем большую силу. И с каждой новой порцией утяжеленного раствора, оказавшейся в скважине, у нас вот этот, собственно, тяжелый раствор, он берет и начинает подъедать энергию пласта. То есть пласт давил там свои, сколько там, 10 бар снизу, а с каждым новым там, с каждым 10 новыми метрами закачанного по высоте раствора, у нас, собственно, начинает на какую-то порцию снижаться давление. То есть вот этот избыток, потому что у нас тяжелый раствор подъедает вот эту энергию избыточную, да? Мы же не зря считали плотность нашего утяжеленного раствора. В листе глушения она завязана как раз-таки на избыточное давление. То есть на то превышение, которое создает пластовое давление над гидростатикой изначального бурового раствора. А тут мы ему помогаем, нашему раствору, нашему другу. И он берет и начинает поддавливать пласт. И по мере того, как у нас утяжеленный раствор закачивается в трубы, мы наблюдаем на манометрах снижение давления. Ничего себе, да? В тот момент, когда утяжеленный раствор дойдет до долота и начнет даже выходить в затруб, что мы будем наблюдать? Мы должны в идеале зафиксировать давление за трубу для себя. Посмотреть, что у нас давление в трубах тоже зафиксировалось. То есть, ну, грубо говоря, мы должны вот это отследить в момент. Грубо говоря, там сколько у нас колонн надо? Ну, пусть будет 800 ходов. 800 ходов прокачали. Мы смотрим то, что давление у нас снизилось до нужного нам уровня. При этом мы поддерживали давление в затрубе. И в этот момент делаем рокировку. Какую? Мы берем и начинаем поддерживать давление в трубах. Почему? А потому что здесь раствор уже однородный, а в затруб сейчас пойдет утяжеленный. Там поменяется картина. И мы бросаем следить за затрубами, следим за трубами. То есть, давление в трубах начинаем поддерживать. И так держим до конца процедуры глушения. Потому что здесь однородный буровой раствор. Постепенно, утяжеленный раствор, выходя в кольцевое пространство, что он делает? Он берет, заполняет его, его становится там все больше, 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 больше и так далее. И что мы наблюдаем? Мы наблюдаем снижение давления на затрубе. Почему? Да по той же причине. Пласт давил, но мы начинаем помогать столбу раствора, который был в затрубе. Мы туда добавляем все больше, больше, больше утяжеленного. И к чему это приводит? Гидростатика растет. И значит, мы пластовый вот этот избыток подъедаем, 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 подъедаем. И у нас получается, что по итогу, к чему должны прийти? К тому, что у нас на затрубе будет ноль. Вот какая мысль, да? Вы понимаете, в чем идея? То есть мы закачиваем сюда утяжеленный раствор, и он своей тяжестью, своей гидростатикой поддавливает пласт. Забирает у него энергию. То есть тут у нас должен стать ноль. Он должен полностью его сдать. Но если не будет ноля, значит, что-то вы неправильно посчитали. Это будет грустно, конечно. Итак, все, вот этот момент запомнили. Но можно задаться вопросом, А почему это в трубах-то у нас не ноль? Мы же вроде бы съели всю пластовую энергию. Да. Но давайте посмотрим. А как считается конечное давление циркуляции? Конечное давление циркуляции – это давление на насосах, переведенное на новую плотность бурового раствора. То есть помните вот эти формулы. Если у нас была такая-то плотность, стала такая-то, какое давление будет на насосе? Это просто конечное давление циркуляции. Это не что иное, как давление на насосах с новыми гидросопротивлениями благодаря утяжеленному раствору. Вот и все. Там уже нет никакого избыточного давления в трубах. Вы его съели. У вас останется только давление именно от насоса. Просто у него будут новые гидросопротивления. Оно будет чуть повыше. Только и все. Все правильно. И суть какова, да? То есть когда вы прокачали всю скважину утяжеленным раствором, то есть когда у вас до устья утяжеленный раствор дошел и начал выходить через дроссель, что вы будете наблюдать? Вы будете наблюдать, что на затрубе будет ноль. В трубах у вас будет вот это конечное давление циркуляции. Ну, с каким-то там превышением. Это вполне нормально. После того, как вы убедились, что утяжеленный раствор вышел на устье, там сделали несколько циклов циркуляции, и все прекрасно. Что вы делаете? Вы начинаете выключать насос. Выключаете насосы, постепенно по 5 ходов уводите, прикрываете дроссель, прикрываете, 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 и, собственно, закрываете скважину. Выключаете насос, закрываете скважину. Что вы должны увидеть в трубах и в затрубе? Вы должны увидеть ноль. Я надеюсь, эта идея понятна, да? То есть, если вы закрыли скважину, то есть циркуляции нет никакой, нету никакого запертого давления, если вы все правильно посчитали, у вас будет по нулям. Это значит о том, что вы восстановили контроль над скважиной. Вот и все. Вот она, получается, вся картина процедуры глушения двухстадийных. То есть, первая стадия вымываем приток, вторая стадия глушим скважином. Все. Все это просто разделены две стадии. В первой стадии, ну, по-другому как еще, на первой стадии мы стремимся выровнять давление в трубах и в затрубе по итогу до одного избыточного уровня, а на второй стадии мы их стремимся в ноль увести. То есть, если вы реализовали эти процедуры, значит, все прекрасно. Вы справились с процедурой глушения, и значит, скважина заглушена. Здесь по нулям вы успешно реализовали процедуру. Если вдруг у вас и там, и там есть какое-то избыточное давление, ну, либо это запертое есть, осталось, то есть закрыли, например, слишком быстро скважину, либо какой еще вариант, возможно? Ну, да, неправильно, кто-то что-то посчитал, и тут уже вина, ну, видимо, супервайзера, потому что он где-то неправильно округлил, и у вас такая ситуация возникла. Но надеюсь, что у вас такого в практике не будет происходить. По сути, вот она процедура, которая реализована здесь у нас, в один слайд фактически, в одной схеме. Я надеюсь, что она будет для вас максимально понятна, что будет по минимуму каких-то там сложностей с ее распознаванием. И в дальнейшем при обучении, когда вы будете проходить вот эти этапы, да, то есть заново на обучении, для вас это уже будет как семечки. То есть, видите, здесь все читаемо, здесь нет никаких, так скажем, сверх проблем. Держи давление в той части, где у тебя, собственно, однородная жидкость, выводи по затрубу, закрывай скважину, условно, по затрубу. Ну, все предельно просто, да. То есть, никаких тут вам проблем нет. Коллеги, я надеюсь, что материал был вам понятен. И, собственно, жду вас на новых роликах, жду на ролики по ожиданию утяжеления и по методу ожидания утяжеления. И надеюсь, что он вам зайдет, как и этот. Буду рад вашим комментариям, позитивной либо негативной реакции. Ну, я надеюсь, что я понятно вам рассказывал. И с вами был Антон Епихин, буровой ликбез, и наш курс подготовки к IWSU. Всем пока!